Определиться с кандидатами на ключевые посты в Нижней Палате Российского Парламента. Сегодня депутаты Госдумы 7-го созыва собрались на первое заседание. Главная задача — сохранить социальную направленность при всей финансовой сложности бюджетом. В казну округа за прошедшую неделю поступило 78 миллионов 900 тысяч рублей, при том израсходовано почти 300 миллионов рублей. С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Сегодня депутаты Госдумы 7-го созыва собрались на первое заседание. Они проголосовали за кандидатов на ключевые посты в Палате Парламента. Главный кадровый вопрос, который предстояло решить на планерке, — назначение нового спикера. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов. Кандидатура спикера ранее была предложена президентом и поддержана другими фракциями, кроме КПРФ. Это Вячеслав Володин, который перешел в Думу с поста первого замглавы администрации президента. Его и поддержали депутаты. 404 против 40 голосов с таким перевесом Госдума выбрала единоросса Владимира Володина на главный думский пост. Перед новым составом Государственной Думы с приветственным словом выступил президент России Владимир Путин. До этого глава государства лично напутствовал новоизбранный депутатский корпус лишь однажды в 2003 году. Уважаемые депутаты Государственной Думы, дорогие друзья, рад приветствовать вас и поздравить с началом работы Государственной Думы России седьмого созыва. Сегодня в этом зале представители всех 85 субъектов Российской Федерации и среди них народные избранники Крыма и Севастополя. Граждане доверили вам высокое звание депутата. Избирательная кампания прошла открыто в честной конкурентной борьбе. Её результаты основаны на воле и выборе российского общества. Вижу в безусловной легитимности парламента залог силы и авторитета законодательной власти. Серьёзная выросла роль Государственной Думы и как представительного органа власти. Половина мест в парламенте принадлежит депутатам, избранным напрямую жителями конкретных территорий, округов, регионов. В целом состав Государственной Думы заметно обновился. В неё пришли представители общественных, профсоюзных, местных организаций. Убеждён, в результате усилится обратная связь парламента с избирателями, с гражданским обществом, с регионами страны. А значит, возрастёт и качество законотворческого процесса. Владимир Путин отметил, что депутатскому корпусу предстоит напряжённая и ответственная работа, и начинать её надо безотлагательно. Кроме того, необходимо обеспечить сбалансированное развитие российских регионов. Уважаемые коллеги, в ходе избирательной кампании люди сформировали запрос на содержательные изменения в экономике, в социальной сфере. Вам, как законодателям, предстоит напряжённая, ответственная работа, и её нужно начинать безотлагательно. При этом, вы всегда можете рассчитывать и на поддержку президента, и на мою поддержку, и на самое тесное взаимодействие с правительством Российской Федерации. Умение ветвей власти работать согласованно и эффективно – одно из главных условий общего нашего с вами успеха. В Государственную Думу будут внесены законопроекты, касающиеся частной предпринимательской инициативы. В числе главных подчеркнул президент и решение задач в области образования и здравоохранения в социальной сфере. Особое внимание парламентскому корпусу стоит обратить на законодательное сопровождение приоритетных проектов. После выступления президента депутаты приступили к обсуждению рабочих моментов. Сегодня им предстояло избрать председателя Госдумы. Им стал Вячеслав Володин, его заместители и глав комитетов, а также определить их состав. Продолжение следует... В ближайшее время в повестке Госдумы очевидно окажется законопроект о единовременной выплате пенсионерам. Среди ближайших планов и законопроект правительства, возвращающий бальную систему наказаний для злостных нарушителей правил дорожного движения. Ну а основным вопросом станет бюджет. Белый дом обещает внести проект федерального бюджета до 1 ноября. Мария Владимирова, Телеканал «Север». Треть расходов округа на минувшей неделе составили выплаты населением. При всей своей финансовой сложности бюджет региона сохраняет социальную направленность. Об этом сообщила главный финансист округа Татьяна Лагвиненко на еженедельной планерке. В казну округа за прошедшую неделю поступило 78 миллионов 900 тысяч рублей. При этом израсходовано почти 300 миллионов. Статьи расходов остаются прежними на содержание казенных учреждений, органов власти, субсидии бюджетным учреждениям, образования, здравоохранения, социальной защиты и населения. Третье расходов за неделю – социальные выходы населения в размере 103,3 миллиона рублей. Также поддержка формы субсидий юридических лиц была оказана в размере 39 миллионов размеров. Это в основном субсидии ШИХА, авиариозки, молоко и компенсации юридических лиц, которые заработали на совершеннолетние граждане. Бюджетные инвестиции в госсобственность составили 66,9 миллионов рублей. Это 6-секционный дом по улице Авиатора, детский сад на 220 мест по улице Авиатора, жилой домо-диверного фонда, оплата электрорекозификации по участкам многодельным семьям. В числе прочих расходов – межбюджетные трансферты за Полярному району, в том числе 10 миллионов на строительство школы в Тельвиске. Кроме того, порядка 29 миллионов рублей было направлено на обслуживание госдолга. По информации Татьяны Лагвиненко, Ненинский округ привлек новый коммерческий кредит в размере 1 миллиарда 100 миллионов рублей. При этом был погашен казначейский займ – 960 миллионов. Государственный долг Ненинского округа составляет 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Сегодня тысячи педагогов отмечают свой профессиональный праздник. В нашем округе трудятся 1570 педагогических работников. В том числе треть из них несет свою благородную вахту на селе. Лучшие из них сегодня получили заслуженные награды. Наша съемочная группа сегодня отправилась в одну из городских школ, чтобы встретиться с той, кто искренне верит в успехи своих учеников. Сегодня, 5 октября, тысячи педагогов из разных стран отмечают свой профессиональный праздник. Всемирный день учителя был утвержден в 1994 году. В нашем округе в учреждениях дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования трудятся 1570 педагогических работников. В том числе треть из них несет свою благородную вахту на селе. Образовательную деятельность осуществляют 77 государственных образовательных организаций. В этот день преподаватели принимают множество поздравлений от благодарных учеников, коллег, различных организаций, предприятий и окружных властей. Сегодня от собрания депутатов на узнем учителя-педагогов 5-й школы поздравил спикер окружного парламента Анатолий Мяндин. Это праздник признательности, праздник благодарности вам, дорогие наши учителя. Педагог – это не просто профессия, это призвание. Дойти до каждого ученика, знать его характер, знать его способности, порой жить жизнью этого ученика – это все про вас, дорогие учителя. Вы отдаете не только все свои знания и опыт, но и вкладываете всю свою душу. После поздравлений Анатолий Васильевич вручил педагогам благодарственные письма за особые заслуги в содействии развитию образования в Ненисском округе, высокий профессионализм, личный вклад в практическую подготовку обучающихся. Этот день одинаково дорог как детворе, так и взрослым, потому что у каждого из нас есть свой любимый учитель. Наша съемочная группа сегодня отправилась в одну из городских школ, чтобы встретиться с той, кто искренне верит в успехи своих учеников. Ну вот видите, здесь вот есть моя первая учительница. Федотова Александра Павловна. Ее, к сожалению, уже нет в живых, но вот я ее до сих пор помню. Она меня учила читать, писать. Вот какая я была смешная. Я вам хочу показать табель, как я училась. Посмотрите. Марина Лукьянчикова, преподаватель третьего класса пятой школы, на большой перемене рассказывает ученикам о своем детстве. Многочисленные пятерки стали ее счастливым числом. Не только в школе, но и в жизни. Кажется, сама судьба за любовь к детям и окружающим поставила ей отлично. В пятой школе учитель высшей категории работы с 2005 года. Именно сюда впервые в 2005 году ей привели 26 малышей. Очень шумный был класс. Настолько много здесь было лидеров. И было очень трудно успокоить. Они были очень любознательные. Но они до сих пор такие. Они каждый день ко мне приходят. Моя ученица Юля, она очень долгое время была отличницей. Сейчас она в 11 классе тоже очень хорошо учится. Такую же фотографию бережно хранит и сама Юля. Здесь мы с Мариной Александровной в первой классе. Я к ней только пришла. Было очень волнительный день. Волновали все. И я, и родители, и Марина Александровна. Она нас очень так тепло встретила. И на протяжении всех четырех лет относилась как вторая мама. В прошлом первоклашке, а ныне ученики 11 класса не забывают свою первую учительницу. Каждый день на переменах приходят ее навестить. И сегодня уже не она оценивает их знания. За четыре года, пройденные вместе, они сами ее высоко оценили. Это не описать словами. Просто, когда ты что-то не понимаешь, она подходит к тебе и объясняет. Желаю, чтобы у всех были такие учителя, как Марина Александровна. Потому что такой учитель – это большая редкость, которая поймет и может в трудную минуту помочь тебе. Очень благодарен первому учителю и знаю, что запомнили себя. Заботливая, постоянно помогала. Что-то не понимаешь, подойдет, объяснит. Строгая, когда надо. Что можешь пожелать своему учителю? Здоровья. Дальше также учить будущее поколение так же хорошо, как и нас. Как признаются старшеклассники, они по-доброму завидуют сегодняшним подопечным, бывшей учительнице. Кстати, сейчас их у Марины Александровны 20 человек. Я просто проникаюсь к каждому ребенку. Мне интересен каждый ученик. Поэтому дети начальных классов, они очень открытые. Они очень доверчивые, добрые, ласковые. Поэтому, как их можно не любить? Поэтому я до сих пор учитель начальных классов. Как признается педагог с 19-летним стажем, она ни разу не пожалела о выборе профессии. Каждый день к своим открытым и доверчивым она спешит на уроки. Она очень хорошая. И очень хорошо нас учит. Я даже в контрольной работе про нее стихотворение, рассказ написал. Она сразу полюбила нас. За что? На пятерки. Первые. Красивая, добрая, умная. А как она к вам относится? Очень хорошо. С чувством юмора. А что ты пожелаешь сегодня? Счастья, здоровья, чтобы у учеников были еще хорошие отметки. Чтобы все было у нее хорошо. С днем учителя! Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Зима холоднее обычного. Эти данные опираются на анализ климатических данных и прогностических разработок Росгидромета. В Ненинском округе продолжается масштабная тренировка по гражданской обороне. Службы отрабатывают мероприятия по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В ходе тренировки будет проверена готовность сил и средств гражданской обороны к действиям по предназначению. Сегодня прошла практическая отработка ситуации. По легенде, профильным ведомствам и службам Ненинского округа предстояло действовать в условиях взрыва бытового газа на первом этаже многоэтажного дома на одной из центральных улиц Наринмара. Непосредственная отработка ситуации происходила за городом на специальном участке. Как сообщает в Главном управлении МЧС России ПАНАУ, штабная тренировка предполагает достижение ряда целей и задач, направленных на повышение готовности гражданской обороны региона к чрезвычайным ситуациям. А не всегда на страже безопасности наших жизней готовы вылететь на поисково-спасательную операцию тушения лесных пожаров, мониторинг летовой обстановки и на многие другие задания. Словом, туда, куда не добраться ни на одном другом транспорте речь идет о Наринмарском объединенном авиаотряде. В год 70-летия предприятия сотрудники поисково-спасательной службы и гражданской обороны Ненинского округа рассказали о совместной с летчиками работе. Зависнуть в открытом море на расстоянии 50 метров от воды, когда береговой линии не видно на расстоянии 300 метров, эту захватывающую историю сродни тем спасательным операциям, которые можно увидеть в кино, нам рассказал ее участник Сергей Воротников, спасатель 2-го класса на службе с 2005 года. При выполнении заданий серии «Невероятно опасно» признается, что немного волновался. Ведь выходить в открытое море, когда дома ждет молодая жена и двое детей – довольно рискованное дело. Но спасатель – это не работа, это призвание. Призвание – спасать человеческие жизни. Хотел большое спасибо сказать нашему авиаотряду, что они нам помогают, они великолепные летчики. То есть мы отработали на все 100%, то есть зависело все от них. То есть не от нас, а от них. Потому что было волнение на море, постоянно корабль качало. А там, во-первых, на корабле находили шпили и могли постоянно задеть. То есть трос лебедки где-то метров 50. И вот такое качание, то есть командир должен был постоянно лавировать, искать это положение. За подобного рода операциями стоит огромная подготовка. Учеба, как теоретическая в классе, так и практическое с запусканием на сушу или в море, занимает неотъемлемую часть работы как спасателей, так и летчиков. Ведь без тренировки на подобные задания не допустят вовсе. Именно поэтому уже давно между структурами налажена совместная работа в отношении подготовки к подобным ситуациям. И через такое кропотливое отношение к делу, как через лакмусовую бумажку, просвечивается огромная любовь к своему делу, людям и округу в целом. Отдельное спасибо за то, что мы по инициативе Олега Евгеньевича за прошедшие два года подготовили и экипажи, и спасателей для спусков на воду, на сушу, на катера, что уже один раз пригодилось при проведении спасательных работ. И я думаю, с учетом особенностей транспортных нашего округа труднодоступность и в дальнейшем пригодится еще. Поэтому спасибо Валерию Евгеньевичу лично и коллективу Наринмарского объединенного отряда за совместную работу. Специфика нашего региона такова, что практически все поисково-спасательные работы выполняются с помощью авиационной техники. Доблестные летчики фактически вылетают на спасение наших жизней. И именно благодаря слаженной работе спасателей и пилотов авиаотряда поиск человека в тундре или тушение пожара становится реальным и осуществимым. За последний год было более 10 вылетов вертолета. И проводились такие работы, как аэровизуальный поиск, эвакуация пострадавших, мониторинг ледовой обстановки, тушение лесных пожаров. Был интересный случай эвакуации пострадавшего с корабля в Варенцевом море. Несомненно, важнейшую роль авиационный транспорт играет в транспортной системе округа. С помощью авиации Наринмар связан со всеми населенными пунктами округа и практически со всеми регионами России. И то, какую работу выполняют сотрудники авиаотряда совместно с сотрудниками поисково-спасательной службы и МЧС Нинецкого округа по спасению наших жизней, нельзя переоценить. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Предстоящая зима будет холоднее обычного. Об этом можно утверждать, опираясь на анализ климатических данных и прогностических разработок Росгидромета. В них говорится о том, что с вероятностью 68-70% в целом за 6 месяцев предстоящего холодного полугодия в Северо-Западном федеральном округе средняя температура ожидается ниже, чем за предыдущий аналогичный период, сообщает информагентство НАУ-24. Следует отметить, что прогнозы температурного режима на зимние периоды, подготовленные Росгидрометом России, по большей части оправдались. За последние 16 лет их точность составляла от 58 до 81%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова